С приходом солнечной и теплой погоды люди вышли из домов и квартир. После самоизоляции так хочется подышать свежим воздухом. Но риск распространения коронавирусной инфекции вновь увеличился. Об этом говорили на заседании оперативного штаба. Заболеваемость коронавирусом в Чувашии увеличивается в последние три дня. За минувшие сутки инфекция подтверждена у 47 человек. Буквально на днях были прекращены полеты авиасообщения с такими странами, как Турция и Танзания. И прекрасно мы с вами понимаем, что это связано прежде всего с тем, что в этих странах на сегодняшний день ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, очень и очень сложная. И с другой стороны, в этих странах находятся тысячи наших сограждан на отдыхе. И количество заболеваний, именно возвращающихся из этих стран, существенно, скажем, занимает существенную долю тех людей, которые нам дают прибавку новых случаев фиксации заболеваний новой коронавирусной инфекции. Так что ограничительные меры сохраняются. Контроль за прибывающими в республику людьми, соблюдение масочного режима и дезинфекция общественных пространств. С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации, любым видом транспорта необходимо заполнение анкеты на единый порталь госуслуг и в течение трех календарных дней размещение результатов лабораторных исследований на данном портале. И до получения результатов находиться, соблюдать режим изоляции по месту жительства. Ранее указанная норма казалась только прибывающей к воздушным транспорту. Темпы вакцинации от коронавируса в республике будут наращивать. На данный момент привились более 55 тысяч человек. Резерв вакцины сформирован. В этом месяце ожидается поставка еще более 10 тысяч доз.